Село Коваль в Североказахстанской области на грани исчезновения. В деревне нет аптек, школ, больниц и даже магазинов. И таких непрерспективных сел, где проживает менее 50 человек, в регионе более 100. Тем не менее, местные жители не хотят покидать родные края и просят помощи у властей. Нургуль Алина встретилась с сельчанами и выслушала жалобы. В этой некогда процветающей, а сейчас угасающей деревне осталось всего 12 домов. Раньше здесь кипела жизнь, вспоминает Раиса Кочеткова. Она живет здесь с рождения, 76 лет. Упадок села происходил на ее глазах. Сейчас жители лишены возможности получать медпомощь и образование. Остро стоит проблема с обеспечением качественной питьевой водой. Воды нет, мы просили, даже обращались к нашему, к Белоскому, там в Белом проводят. Ну, сказали, пока нет. Вода, берем мы с озера. Вода грязная, конечно, еще у нас тут рыба такая нехорошая. Летом купаются здесь, приезжаются, вот с таможни приезжают, купаются. А даже с мамлюдки, которая как считает тут, что ты. А вы пьете? А мы пьем, мы черпаем и пьем, да. Ни магазина нет, ни аптеки, ни врача нету, ничего нету, ничего. В былые времена в этих краях проживали представители многих национальностей. Теперь всего несколько династий, родители и их дети. Остальные уехали в поисках лучшей жизни, говорят сельчане. Живется здесь непросто, но покидать малую родину многие не хотят. Все трудно, но живем. Раньше хоть работа была какая-то, работали, а сейчас не работа, ничего. Пенсию, сейчас мы пенсию заработали, какую-никакую. Минималку получаем, и он получает минималку, и я. И скот держим, держим три коровы, лошадей, баранов. Животноводство – основной источник дохода сельчан. У каждого большое подсобное хозяйство. Раньше в деревне работала школа, медпункт, магазин, ферма, библиотека и даже клуб. Сейчас облом напоминают руины. В Сеумамлюском районе 38 сел. 10 из них в числе неперспективных. Там невыгодно проводить ремонт дорог и сети водоснабжения, говорят чиновники. Постепенно эти населенные пункты исчезают с карты. По закону, если численность населения менее 50 человек, его объединяют с центром округа, либо с соседними селами. Сейчас мы уже готовимся к принятию такого решения в отношении села Каваль. После этого у населенного пункта не будет своего названия. Сейчас по возможности мы стараемся поддерживать быт жителей. За последние годы в области упразднили 14 деревень. Всего из 635 сел перспективными остаются только половина – 307. В 123 населенных пунктах проживает менее 50 человек. Нургулялина, телеканал Алматы, Североказахстанская область.